Ребят, всем привет! Я купил три аккаунта. Один за 10 рублей, второй за 100 рублей и третий аккаунт за 1000 рублей. И самое главное, что я не знаю, что находится на этих аккаунтах. Я не знаю, какие там скины находятся. Я не знаю, что вообще на этих аккаунтах. Я просто купил три аккаунта за 10, за 100 и за 1000 голды у человека, который скупает эти аккаунты. То есть там может находиться что угодно. Прямо сейчас мы посмотрим, что находится на этих аккаунтах и посмотрим, окупились мы или не окупились. Это будет просто нереальный вынос башки. С вас прямо сейчас лайк за этот контентище. Просто влепили лайк все, быстренько. Ну что ж, погнали! MyStandOff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru Итак, первый аккаунт, который мы купили всего за 10 рублей. Посмотрим, что у нас будет в этом аккаунте. Первым делом я вижу у нас здесь откалиброванный аккаунт. Это, кстати, достаточно неплохо, потому что здесь у нас голд 2. Не какой-нибудь там сильвер, а сразу целый голд 2 нам дали на аккаунте за 10 рублей. И игры выигранных всего лишь 2. Да. Смотрим, что у нас по друзьям. По друзьям у нас здесь какие-то друзья есть. И даже есть какие-то заявки в друзья и приглашения в клан. Запрос какой-то клан исходящий у нас есть, да. Самое главное у нас посмотреть, наверное, статистику с вами, да. Статистику посмотрим с вами. А статистика у нас КД 0.93. Ну, конечно, не прям мегапуля, но для 10 рублей, мне кажется, нормально, да. Это, кстати, в соревновательном режиме. Oh my! Общая статистика 5.06. Нифига себе он мощный. Слушайте, неплохо. Левел у нас 7 и, в принципе, можно было бы на этом закончить, но, конечно же, всем нам хочется посмотреть, что же лежит у него в инвентаре. Я сам очень хочу посмотреть, что лежит у него в инвентаре. Ну, для 10 рублей пока что звание голд 2. Статистика уже неплохая для 10 рублей. Ребята, камон. И смотрим, что у него в инвентаре. Бэл. Ну, как-то скудненько, да. Для 10 рублей скин, который стоит 0.20 и второй скин, который стоит 0.7. То есть 0.20 плюс 0.7, 0.20... 0.07, точнее, 0.27 и 0.04. Грубо говоря, у него на аккаунте 0.31 голда. То есть даже одной голды нету, ребят. Это очень слабоватенько для 10 рублей, но, тем не менее, тащит его, тащит его звание и тащит его статистика. Вот эта статистика просто реально офигенная. Достаточно неплохая. Точность у него, кстати, тоже неплохая. Ну, в принципе, в принципе, на 10 рублей, думаю, неплохо. Думаю, неплохо, но мне очень хочется посмотреть, что же нас ждет дальше. Ну, что ж, переходим к аккаунту за 100 рублей. Лайк плюс подписка равна большая писка. Итак, дальше идет у нас аккаунт за 100 рублей. И сразу же мы видим здесь откалиброванное звание. Кстати, смешно, что на аккаунте за 10 рублей звание было Голд 2, а здесь звание Голд 1. На аккаунте за 100 рублей. Но, но, здесь на аккаунте уже виден, что здесь 36 уровень. То есть сразу видно, что здесь достаточно много играли. Смотрим статистику. Сразу же моментально смотрим статистику. И КД в соревновательном режиме здесь побольше. Это уже радует, ребята. Кстати, странно. КД больше. То есть человек играет намного лучше, но звание меньше. Странная какая-то тема. Ну, ладно. Общее время в игре 712 часов. И КД общая статистика в обычном режиме 2.04. А друзей, нифига себе, у него заявок здесь 674. Что-то прям вообще очень много заявок здесь, да. Друзей у него 23. В клане никаком не состоит. Может быть у него клан был бы свой. Нет. Клана у него своего нету, к сожалению. В принципе, можем сразу переходить смотреть статистику. Я вам все показал, ребята. Общая статистика и обычная. Можем сразу переходить к самому главному. Это к инвентарю. Переходим сразу в инвентарь. Запоминаем 100 рублей. Смотрим. Так, так, так. Это интересненько, интересненько. Голды сразу смотрим. У нас здесь 0.13. Это плохо. Гран-прикс. Смотрим. Стоит у нас 10 голды. А Stone Cold у нас стоит, черт возьми. 90 голды. Я даже не думал, что Stone Cold столько стоит. Слушайте. А этот аккаунт окупился. То есть, вот эти два скина, они уже 100 голды дают нам, да? Помимо этого, у нас еще есть Scratch, который у нас есть за 2 голды Tactical. И еще много коммонок и коммонок, ребята. Помимо этого, у нас еще медаль 2 years silver, медаль 2 years gold. У нас еще медаль ветерана даже есть 2019 года. Да ладно. Слушайте. За 100 рублей. Это шикарный аккаунт. Платиновый медаль assistance collection, который вообще нету сейчас в игре. Слушайте, для 100 рублей этот аккаунт просто шедевральный. Кстати, давайте посмотрим рынок. Мои запросы нет. Моих запросов никаких нету. К сожалению, надо было посмотреть в том аккаунте. Но, скорее всего, если вы не увидите ничего, то там тоже ничего нету. Ладно. Самое главное, это следующий аккаунт за 1000 рублей. Я уже просто в предвкушении, что там на этом аккаунте. И не будет такого интересного. Потому что я целый косаль потратил, ребят, для этого видео. Господи, поехали. Лайк плюс подписка. Равнобольшая писка. Итак, дождались. Аккаунт за 1000 рублей. Просто что будет на этом аккаунте? Какие скины у нас будут на этом аккаунте? Увидим прямо сейчас. Сразу же у нас в глаза бросается наше звание. Звание Голд 1. Кстати, очень обидно. Почему на аккаунте за 10 рублей у нас звание Голд 2. А на аккаунте за, черт возьми, 1000 у нас Голд 1. Очень обидно, да? У нас выиграно каток 18. Плюс калибровочных 10. Это 28 каток всего сыграно на этом аккаунте. Рейтинговых. И левел 26. 26 левел. Возможно, там еще есть медали ветеранов. Поэтому это еще не окончательное решение, да? Вот. В принципе, статистика. Статистика. Статистика у нас КД 0.91. Это в соревновательном режиме. И общее время в игре 341 час. Обычная статистика у нас 1.1. И, кстати, неплохо. Сколько у него нифига себе? 14к убийств настреляно. То есть чел тренируется достаточно неплохо. Сыграно матчи почти 1000. Обычных, да? Сыграно матчи... Ого, что? Калибровочных 94 матчей сыграно? А как это получается, если у него здесь всего 18 выиграно? А, выиграно только 18. Капец, он проигрывал. Вот. Сыграно 94 калибровочных матчей. Я думал, он вы... Это всего каток. А это он только выиграл 18 всего лишь. Что-то у него со статистикой плоховато. Видимо, читеры попадались. Ну, ладно. Короче, статистика такая, да? Клан у него какой-нибудь есть, интересно, да? Так, это он просто мембер в клане. Ладно, ладно, мембер, это не важно. Друзей у него 31, заявок 40. И самое главное, сейчас мы будем смотреть на его инвентарь. Я просто в предвкушении, сколько же у нас будет окуп... Мы окупимся или не окупимся? Просто будет интересно, окупимся мы или не окупимся. Ну что ж, бау, смотрим неплохо. Так, сначала, для начала, уже неплохо. Уже 2 арканы. Это уже фу-фу-фу, слава богу, нас не обманули. 2 арканы, это уже очень хорошо. 64 голды плюс 2 арканы. Вином у нас стоит 500 голды, да? То есть это полтысячи голды уже есть в кармане. То есть мы уже в хорошем таком, на есть, в плюсе небольшом, да? Вот, а вином у нас стоит 215, ну, грубо говоря, 200 голды, да? То есть 700 голды, стоп. У нас еще АКРС, АВМ Спорт стоит 350 голды. То есть это уже, получается, 500 плюс 210 плюс 350. Это, получается, 1060 голды. Некромансер у нас еще добавляет нам, у нас плюс-минус 1200 голды. А, Винджет, Винджет у нас еще 40 добавляет, 1250 где-то там голды, да? Стикер. Вау, еще 400 голды! То есть где-то уже полторы, даже 1600, ну, 1600-1700 голды у нас уже в среднем, да? Плюс статрековский, это еще 34 голды. Плюс артик статрековский, это еще 17 голды. Плюс колд, который стоит 100 голды. Это еще 100 голды. У нас уже, получается, все суммарно. Плюс медаль ветерана. Короче, у нас суммарно, получается, плюс наша голда, примерно 2000 голды, ребята. Это просто эпик. Кстати, а что у него, интересно, на рынке? Может, что-то на рынке продается? Посмотрим. По моим запросам у него продается еще нож? Да ну нафиг просто, серьезно! 1400 еще голды сверху. Он, видимо, забыл про этот нож, что ли? Я не понимаю, как можно про нож забыть, черт возьми. Просто сверху еще у нас 1400. И примерно у нас в сумме получается около 3500 голды на аккаунте за 1000 рублей. Плюс медаль. Я просто в шоке, ребят. Мне сейчас конкретно фортануло. Чтобы вы понимали, эти все аккаунты я покупал. Я не знал, что там внутри. Это как, знаете, как кейс открываешь. Я попросил человека моего купить аккаунты. Но там неизвестно, что внутри, понимаете? Вот, это как, знаете, открываешь посылку там с Даркнета, да? Или как-то называется это правильно, не знаю. Короче, аккаунт за 1000 рублей мы окупили почти в 3 раза. Это просто Unreal. Это просто топ. За это просто лайк ставьте. И пишите хэштег продолжение. Если вы хотите, чтобы я еще покупал аккаунты и смотрел, что в этих аккаунтах. Это на самом деле очень интересно. Я даже сам не ожидал, что настолько интересно будет смотреть, что внутри аккаунтов. Это как, знаете, какие-то кейсы открываешь. Короче, хэштег продолжение. Если хотите продолжение, ставьте огромный свой лайк. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем огромное спасибо за просмотр. Я для вас постарался, реально, купил эти аккаунты. Я надеюсь, вы поставите лайк и подпишитесь, потому что я реально очень старался. Всем спасибо, ребят. Всем пока-пока, вы лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok